Василий Васильев родился 1 января 1950 года в цыганском таборе. Мать Евдокия Николаевна Васильева. По словам Василия Васильева, его четвероюродный брат, актер Юрий Цурила. Его родители вместе с многочисленным потомством колесили по российским просторам. В 1953 году вышел указ Сталина, согласно которому все российские цыгане должны вести оседлый образ жизни. И в 1956 году им пришлось осесть. С 14 детьми они поселились в городе Вязнике Владимирской области. Там прошло детство и школьные годы Васильева. Плясать и петь песни под гитару, а также скакать на лошади он научился еще совсем маленьким. Учился он всегда хорошо, вел в школе кружок художественной самодеятельности, играл на трубе. В 12 лет написал свою первую песню. С 9 класса Василий стал совмещать учебу в школе с работой на ткацкой фабрике. Актером становиться не планировал, его тянуло к природе и тракторам. И после школы он поступил в сельскохозяйственный техникум, однако доучиться там не успел. К нему приехал ассистент режиссера фильма «Неуловимые мстители» Владимир Селезнев и предложил поехать в Москву на кинопробы. В одном из интервью он рассказывал, что в кино попал благодаря своему дальнему родственнику Юрию Цурило, на тот момент студенту Щукинского училища. Он обратил внимание создателей фильма на Василия. Он согласился, хотя на удачу не рассчитывал, ведь на роль Яшки Цыгана было 8 тысяч претендентов. Однако вскоре его опять вызвали в Москву, теперь уже на съемке фильма. Великолепный голос и слух, необыкновенная грация и пластичность, умение держаться в седле помогли юноши опередить всех своих конкурентов, желающих получить эту роль. Съемки были трудными, приходилось работать целыми днями, а некоторые трюки выполнять самостоятельно, без дублеров. Например, нужно было совершить прыжок из седла, чащееся на полном скаку лошади, на крышу несущейся кареты, а затем опять на спину лошади в упряжке, рискуя оказаться под колесами. Во время работы над фильмами активно занимался спортом, конный спорт, стрельба, плавание. По этим видам выполнил нормативы кандидата в мастера спорта. Премьера фильма «Неуловимые мстители» состоялась 29 апреля 1967 года. По сюжету действие фильма происходит на Северном Причерноморье, где отряд атамана Бурнаша грабит мирное население. Бывший гимназист Валерка Яшка Цыган, а также деревенский парнишка Данька и его сестра Оксанка, оставшиеся сиротами после расстрела их отца, атаманом Сидором Лютым, дали клятву отомстить Бурнашу и его банде за смерть отца. Они начинают свою партизанскую войну против бандитов, возвращают угнанный скот крестьянам, наносят урон бандитам, также захватывают саму сбруевку. Во время нападения на проезжую карету они убивают своего сверстника Казачка, сына старого друга атамана. И в его обличии Данька проникает в расположение врага, втираются в доверие атамана. Однако бандиты сумели узнать об этом. А Казачок-то засланный. Даньку ждет казнь, но друзья на то и друзья, чтобы не бросить своего товарища в беде. В конце фильма о подвигах Мстителей лично расспрашивает будионы и принимает их в ряды Красной Армии. В 1968 году на экраны вышло продолжение «Новые приключения неуловимых». Действие происходит в 1920 году, во времена гражданской войны. Неуловимые Мстители, возвращаясь с очередного задания, сумели подбить пролетающий белогвардейский аэроплан. В планшете задержанного при падении летчика были обнаружены документы, свидетельствующие о том, что белогвардейцы построили секретные оборонительные укрепления вокруг Крыма, в которые предстоит взять Красной Армии и укрепили Перекопский перешеек. Четверка юных героев-разведчиков направляется в Ялту. Место расположения – барона Врангеля. В итоге фильм завершается очередной победой Мстителей, которая, однако, омрачается гибелью Бобы Косторского. А в 1971 году в прокат вышла третья часть «Приключения мстителей. Корона Российской империи» или «Снова неуловимые». Действие происходит в 1924 году. Главные герои после гражданской войны служат в ОГПУ. Старый знакомый главных героев – атамат Бурнаш, штабс-капитан Овичкин, полковник Кудасов и поручик Перов, которые находятся в эмиграции в Париже, разрабатывают план кражи из Советского музея Большой императорской короны. В основной легенде заговорщиков корона необходима для коронации нового государя, на трон которого претендуют двое кузенов. Неуловимые разрушают хитрый план иммиграции и возвращают корону в музей. Стоит отметить, что согласно опросу кинокритиков, проведенному газетой «Советская культура», фильм был назван одним из худших вышедших прокат в 1971 году. После «Неуловимых» Васильеву поступали предложения других режиссеров, но он всем отказывал. После «Яшки Цыгана» все роли казались ему тусклыми и невыразительными. Василий попробовал играть в театре, приняв приглашение театра «Ромэн». Проработал в его труппе семь лет. Одновременно он окончил студию драматического актера. Покинув «Ромэн», Василий ушел «Ленконцерт», под покровительством которого за 20 лет объездил весь Советский Союз. Он исполнял под гитару цыганские романсы, бардовские песни и песни собственного сочинения. С начала 90-х годов живет и работает в Твери, где заведует цыганским культурным центром. Вступил во Всероссийский союз цыган. Дважды был женат. Первая жена – Галина Храмова, певица. Их познакомил Владимир Пресняков-старший. Тогда он работал в театре в Ленинграде, где ему дали трехкомнатную квартиру в центре. Они с Владимиром Пресняковым-старшим создали группу и искали солистку. И остановили выбор на Галине. Сам Васильев вспоминал. «Спустя два года я на этой певице женился на Галине Храмовой. У нас родилась дочь Кнея. Но потом началась перестройка. Тогда было не до концертов. Мою супругу пригласили работать в Нью-Йорк в ресторане. Она уехала вместе с дочкой. Мы были в браке». Однако о причинах расставания с первой женой Васильев говорит туманно, списывая все на то, что была нестабильная ситуация в стране, а в США он не хотел ехать. Когда дочь подросла, она стала работать стоматологом в клинике. По вечерам в ресторане она пела джаз. Потом позже познакомилась с португальцем, вышла замуж и уехала к нему. «Они имеют свой ресторан», — говорил актер. Однако дочь Кнея рассказала, что отец ушел от матери из-за Марианы Мерцаловой, ставшей его второй женой. Галина после развода начала пить и попала в сумасшедший дом, а дочь Кнея росла у бабушки, матери Василия Васильева, Евдокии Николаевны, в Вязниках Владимирской области. Кнея обвиняла Васильева, что тот ее бросил и забыл о ее существовании. В годы перестройки Галина с их общей дочерью Кнеи действительно уехали в США. Сейчас Кнея замужем, за португальцем, носит фамилию Машада. У них с мужем свой ресторан. Вторая жена — Мариана Мерцалова. Сначала он увидел ее фото, потом пригласил принять участие в качестве танцовщицы в его концерте. Между ними начались отношения. В браке родились две дочери — Есения и Кристина. Есть две внучки — Злата и Патрина. И один внук — Тамерлан. Патрина названа в честь прабабушки-актера. Сейчас Василию Васильеву 73 года.